Всех приветствую, я Елена, канал Дачный Креатив. Почвопокровные розы, любимицы ландшафтных дизайнеров. Они морозостойки, неприхотливы и универсальны в использовании. Украшают ярким ковром клумбы, бордюры, террасы. Также их можно выращивать и в контейнерах, и в штамбовой форме. И сегодня о розовых коврах, о почвопокровных розах. Это многочисленная по количеству сортов группа. Розы словно расстилаются по земле кустами шириной до двух метров. Высота зависит от сорта от 20 сантиметров до полутора-двух метров. Кисти состоят из многих цветков, бывает по 30-40 штук на одном стебле. Количество лепестков на цветке может быть и 8-20 штук, это полумахровые, и от 20 штук махровые. Также на одном кусте может сформироваться от 80 до 120 бутонов, но аромат у них слабый или практически отсутствует. В отдельную группу почвопокровные розы выделили только в конце прошлого века. В результате начался настоящий бум по созданию новых сортов. В их появление наибольшую лепту внесли два дикорастущих вида – шиповник вишура и шиповник морщинистый. Первые сорта цвели один раз в сезон, имели полумахровые или простые цветки. Окраска не отличалась разнообразием – белая, красная и розовая. Конечно же, сегодня почвопокровные розы могут свести до самых заморозков, могут похвастаться разнообразием окрасок, форм и размеров. Стелющиеся сорта можно выращивать не только горизонтально. Очень интересно смотрится кустик, одна половина которого распростерта по земле, а другая поднята на опору. Почвопокровные розы – одни из самых неприхотливых в уходе, и с ними справится даже неопытный садовод. Низкорастущие сорта можно рассаживать в горшках или подвесных корзинах. Цветение обильное и продолжительное в течение всего лета и осени. Большим преимуществом является то, что кисти цветут не все сразу, а с определенной периодичностью, что продлевает срок декоративности. В современной классификации роз принято подразделять почвопокровные розы на четыре подгруппы по размеру и форме куста. Это карликовые стелющиеся розы с высотой куста от 45 см и шириной до 1,5 м. Невысокие стелющиеся достигают высоту от 45 см до 50 см и в ширину до 1,5 м. Низкорослые паникающие – высотой от 40 см до 60 см и шириной до 1,5 м. И высокорослые паникающие растут в высоту от 90 см и в ширину от 1,5 м и более. Диаметр цветка у почвопокровной розы в зависимости от сорта колеблется от 1 см до 10 см. Стелющиеся сорта роз через два года образуют плотный ковер из укоренившихся отростков. Побеги также укореняются, как и у пулиантовых роз, и это нужно учитывать при выборе места посадки. Сорта, имеющие паникающие ветви, образуют густые кусты, которые иногда формируют в виде штамбового деревца. По классификации роз позже подготовлю отдельный обзор. Сейчас подробнее, останавливаться не буду. И далее немного сортов почвопокровных роз питомников Германии – Тантау и Кордос. Первая роза на сегодня – роза Джаз Тантау 2009 год. Классическая роза для посадки большими группами. Также хорошо этот сорт смотрится при посадке в вырабатках и маленькими группами. Окраска цветков изменяется от медно-оранжевого до цвета персика при отцветании. Цветки диаметром 3-4 сантиметра, обладают очень хорошей самоочисткой и очень легким ароматом. Цветение повторное, листва, высокоустойчиво к мучнистой росе и черной пятнистости. Высота куста 60-70 сантиметров. Эта роза имеет награду бронзовую медаль Монса, Италия 2009 год. Далее роза Аспирин розы, всемирно известный сорт. Цветки белые диаметром 5-7 сантиметров, махровые. Цветут один за другим и покрывают роскошную светло-зеленую глянцевую листву. В прохладную погоду белые цветки изменяют окраску до розовых. Кусты, разветвленные сильными побегами. Цветет с июня до заморозков. Обладает хорошей самоочищаемостью при отцветании. Сорт не подвержен заболеванию черной пятнистостью и настоящей мощнистой росой. Имеет знак HDR, который присваивается особо декоративным и устойчивым сортам. Далее роза штат Ром Тантау 2007 год. Отличается чрезмерно богатым цветением в течение всего лета и сильным цветением осенью. Растет мощно. Кусты плоские, густые, компактные, высотой 50-60 см и шириной около 60 см. Цветки диаметром 6-7 см. Насыщенного розового цвета с теплым лососевым оттенком, переходящим в кораллово-красный. Самоочищаемость цветков очень хорошая. Аромат легкий. Листва блестящие, высокоустойчиво к мучнистой России и черной пятнистости. Сорт богат наградами. Золотая медаль среди новых сортов ГААГа 2006 год. ЭДиер 2007 год. Золотые медали в Париже и Баден-Бадене в 2009. И приз золотая роза в ГААГе 2009 году. Далее роза Кастель Рутер Шпатцен. Тантау 2012 год. Отлично невысокий куст розы с большими густомахровыми чисто белыми цветками диаметром 6-7 см. Часть цветков имеет квартированную ностальгическую форму. Легкий фиалковый аромат. Кусты небольшие, высотой 60-40 см, но с хорошо растущими побегами. Листва устойчивы к заболеваниям, глянцевые, темно-зеленые. Далее роза Маронда. Это уже Кордос 2017 год. Цветки диаметром 5-6 см. Полумахровые. Темно-красные, бархатные в небольших соцветиях. Устойчивы к дождю. Цветение обильное, повторное. Листва полностью устойчивы к мучнистой росе. Устойчивы к черной пятнистости. Куст высотой 70 см и шириной около 60 см. Далее роза Мирата. Также Тантау 1990 год. Цветки диаметром 6-7 см. Яркорозовые, махровые, в больших соцветиях. Цветет до первых заморозков. Экстремально устойчивый сорт с хорошей способностью цветков к самоочистке. Следующие розы Кордос 2001 год. Роза Кубана. Цветки абрикосовые, с розовым налетом. Полумахровые, в рыхлых соцветиях. Листья темно-зеленые, сильно глянцевые. Кусты пряморослые, широкие, хорошо разветвленные. Эта роза также может использоваться как легкоукореняемая горшечная роза, в том числе и для балконов. Далее роза Сатина. Тантау 1992 год. Цветки нежно-розовые, диаметром 4 см. С хорошей самоочищаемостью при отсветании. Аромат легкий. Листья сильно глянцевые, темно-зеленые. Кусты компактные, отличаются здоровьем и устойчивостью к дождю, не желтеющие и не выгорающие на солнце. Сорт невосприимчивый к мучнистой России и черной пятнистости. Также имеет знак ЭДР. Следующая роза Зонан Ширм. Это Тантау 1993 год. Всемирно известный сорт, особенно любимый в Южной Европе. Цветки лимонно-желтые. Очень крупные для данной группы. Диаметром 6-8 см. В шикарных соцветиях. При отсветании самоочищаются. Аромат легкий. Листья сильно глянцевые, темно-зеленые. Невосприимчивы к мучнистой росе. Среднеустойчивы к черной пятнистости. Цветет с июля до заморозков. Далее роза Свид Книрпс. Это Кордес. 2014 год. Цветки густомахровые, нежно-розовые. Маленькие, всегда в соцветиях. Цветение обильное, повторное. Листья темно-зеленые, сильно глянцевые. Полностью устойчивы к мучнистой росе. Устойчивы к черной пятнистости. Кусты высотой 30 см и шириной около 60 см. Следующая роза Канделла Тантау. 2016 год. Цветки диаметром 4-6 см. Махровые, кремово-желтые, с краснеющей каймой. В пышных соцветиях. Обладают хорошей самоочисткой и превосходной стабильностью окраски. Цветение непрерывное с июля до заморозков. Листья глянцевые, очень устойчивы к заболеваниям. Куст высотой 50-80 см и шириной 60-70 см. Плоские, с дуговидными побегами. И еще одна роза на сегодня. Роза Бассина. Цветки простые, плоской формы, диаметром 3 см. Яркие, насыщенно-красные, с золотистыми тычинками. Соцветиях по 5-10 цветков. Листва глянцевая, мелкая, устойчива к мучнистой росе и среднеустойчива к черной пятнистости. Куст высотой 30 см и шириной 50 см. И с сортами на сегодня заканчивая, в заключении хочу сказать, что если нет возможности увидеть розу вживую, мы выбираем обычную розу для посадки на участке, ориентируясь на описание сорта. И на что важно обратить внимание. Это морозостойкость, устойчивость к болезням, время зацветания и длительность цветения. Как правило, эти критерии есть в описании сорта. Но немаловажно знать, и как роза переносит дождь, и как реагирует цветок на яркое солнце, есть ли выгорание, сохраняют ли цвет лепестки, сколько времени с момента распуска сохраняется цветок до увядания. После отцветания розы лепестки облетают сами, или нужно вручную убирать отсветшие бутоны. И, конечно, аромат. Поэтому о выбранном на сайте продавцов сорте розы желательно поискать еще и отзывы садоводов-любителей и лучших из вашего региона. На этом заканчиваю. Всем большое спасибо за внимание. Красивого сада. До новых видео. Пока.